Продолжение следует... В Шавуот, это была дана Тора, сказано, что мы не по собственному желанию нас принудили получить Тору, а в Пуре мы получили Тору по собственному желанию. Что произошло, когда мы были рядом с горой Синай? Говорит Емара, что Всевышний поднял эту гору и сказал, что если вы принимаете Тору, пожалуйста, нет, тут будет ваша могила, гора может опуститься. Очень странно. Всевышний должен нас был принуждать получать Тору. Евреи сами сказали, мы сами, мы все сделаем, только потом будем задумываться, что сказано. Они получили две короны, Маосе, Венишма. Для чего они вышли? Народ Всевышнего. Их надо было принуждать. Объясняет Маораль, что имеется в виду, во времена, когда мы были рядом с горой Синай, Всевышний открыл, как говорят мудрецы, показал нам все силы духовные, которые действуют в этом мире. И мы увидели, что нету никаких самостоятельных сил. Все эти силы служат Всевышнему. Все эти силы, они посланники Всевышнего. Это все, все, все в этом мире нету ни одного места, которое было бы свободное от воли Всевышнего. Если мы так видим весь этот мир, есть у нас возможность не получать Тору. Это называется, что мы были принуждены. Мы видели, что все от Всевышнего. У нас не оставалось другой возможности. Что же произошло в Пури? Почему это называется собственное желание? Потому что Пури, это от слова эстер, говорит Гимара, где мы видим намек в Торе на эстер? Я сокрою свое лицо в этот день. Говорит Вилинский Гаун, спрашивает такой вопрос. Почему у нас есть много праведников? Мы не нашли в Гимаре, что Гимарат будет спрашивать, где мы нашли еще в Торе Даниэль, где есть намек в Торе на эзра, где есть намек в Торе на разных других праведников. Почему именно, где есть намек в Торе на эстер? Говорит Вилинский Гаун, потому что он приводит такую притчу. Был царь, у него был единственный любимый сын, которого он очень любил, и все министры вокруг, они завидовали этому сыну. Такая любовь к сыну. Мы почти ничего для царя. И вот произошло что-то очень грустное. Сын повел себя ужасно, отвратительно по отношению к отцу. Отец рассердился, выгнал сына из дворца. Сыну ничего не оставалось, этому принцу. Пошел в лес. Тут он будет жить. Есть грибы, есть еще какая-то еда. На этом будет он питаться. Что можно делать? Его отец выгнал из дома. Но отец остался отцом. Он остался любящим отцом, который продолжал любить своего сына. И что же делать? С одной стороны, он оскорбил царя, оскорбил отца, оскорбил царя. Не может отец его вернуть домой. Но с другой стороны, это же его любимый сын. В лесу есть много опасностей, есть бандиты, есть разные звери страшные. Как его оставить, своего любимого сына так? Так что царь решил? Он послал своих слуг, чтобы те притворились, так себя нарядили, чтобы их было незаметно, спрятались в лесу и смотрели, как видят какая-то опасность, сразу они отстранили бы эту опасность и продолжали прятаться. Так и было. Сидел сын в лесу и видит, вдруг на него медведь хочет его разодрать на куски. Сидит на суке какой-то, этот сук падает на медведя, уже сын смог убежать. Бандиты какие-то идут убить сына. Вдруг кто-то кидает камень, бандиты пугаются и убегают. Вначале сын сказал, ну это какой-то случай, случайно произошло, второй раз случайно. Но на третий раз он стал задумываться, не может такое? Случай непостоянен, невозможно, чтобы это постоянно случаи были. И тут он понял, что это отец ему посылает своих, да, своих слуг. Тут вдруг почувствовал сын, насколько велика любовь его отца, что даже когда он в лесу, отец его с ним. И тут он прочувствовал, насколько действительно он сделал большой грех по отношению к любящему его отцу. И тем самым сын раскаялся в своих деяниях, и отец его вернул в свой дворец. «Кстати, вчера я ехал на такси и разговаривал, со мной стал разговаривать, как они очень любят, водители, да, говорят, где ваш Всевышний, для чего, что он вообще помогает. Ну, я ему рассказал. Говорю, давай даже по отношению ко мне расскажу несколько случаев, как и Всевышний мне помогал со всем, что, с пропитанием, всем, что надо было. Каждый случай он сказал, что это просто тебе повезло, это случайность. После нескольких случаев я ему рассказал ту притчу, которую мы сегодня, да, я вам только что рассказал, что он на это говорит. Говорит, не понимаю, какая связь. Там же не Всевышний в притче был, а отец. А как ты говоришь о Всевышнем? Ну, я тогда понял, что не о чем с ним говорить. Тяжелый случай. То же самое у нас происходит в Магилат Истель. Всевышний нас изгнал, был разрушен храм. Мы были изгнаны из земли Израиля. Мы в изгнании. Всевышний не проявляет себя явно. Но даже в этом случае, когда Всевышний явно себя не проявляет. Ванухи Астер Астир Панайба Я могу. Я сокрою свое лицо в то время. Все равно Всевышний с нами. Это Эстер. Если мы обратим внимание, то Эстер, в Магилат Эстер, ни разу не упоминается имя Всевышнего. Это единственная книга во всех святых книг, которым не упоминается имя Всевышнего. Святая книга нет имени Всевышнего. Что же ей дает силу читаться святой книгой? Потому что все, что в ней говорится, это все от Всевышнего. Это Эстер. Поэтому Геморраль не говорит о явных чудесах, о явных праведниках. А в той ситуации, когда может быть, когда все в Эстер, все мы не видим это в той ситуации, что Всевышний с нами, это Геморраль говорит, откуда мы это видим историю, что такая ситуация тоже будет. Вся Магилат Эстер, она кричит Всевышний. Нету никакого эпизода Магилат Эстер, которое в конце концов мы не видели бы, что это все переворачивается именно для евреев. Приведу несколько примеров. Нахашвирош захотел себе построить трон, который был у царя Соломона. Он приглашает в столицу Эйлама, такое государство было, Эйлам, в столицу Эйлама Суса Шушан, это рядом с Бавером, в столицу Эйлама Суса он приглашает работников, которые смогли бы сделать ему трон. Эти работники три года строят этот трон чудесный. Вдруг, до тех пор, несмотря на то, что он был персидским царем, но до тех пор все персидские цари где у них дворец основной был в Вавилоне. Это был огромнейший город, и как сегодня историки приходят, и археологи приходят к выводу, скорее всего, это самый большой город, который когда-либо был. Это Вавилон. больше, чем Нью-Йорк. Это огромнейший город был. И в этот город, в этом городе все цари сидели. Хашвирож, он первый был, который переехал из Вавилона в Сусу. Почему? Этот трон его был настолько огромен, что его невозможно было перенести в другое место. Ахашвирож, который вначале делает пиршество в Вавилоне. Это 180 дней для всех его придворных, которые были в Вавилоне, делает там пиршество. После этого он переезжает в Сусу, в Шушан, и там делает пиршество Ликоляма Немцаим, тому народу, которые уже были до него, Немцаим, находящиеся. Там он делает пиршество этому народу. 7 дней. Для чего это надо было? Все нам кажутся какие-то эпизоды, какие-то рассказы. Для чего все это надо? Говорит нам Могила Тестер. Могила говорит Аризаль Свиток. На еврейском Могила это слово Гилуй. Нам что-то открывает. Так говорит Могила Тестер. Иш Иуде Гаяб Шушан Абера. Еврейский человек был Шушан Абера. Ушмо Мурдыхай Бен Яир Бен Киш Иш Емени. Там был Мурдыхай. Что значит был? Это лишнее слово. И там Мурдыхай. Говорит Велинский Мурдыхай. Для чего вообще все это надо было? Иш Иуде Гая до этого еще там жил Мурдыхай. Всевышний должен был надо было чтобы они встретились. Так что делать? Мурдыхая вести Ахашвироша или Ахашвироша к Мурдыхаю? Всевышний дает в голову Ахашвироша построить трон. Он строит строит не может перенести так таким образом он переезжает в Сусу. Нам кажется какие-то действия какие-то в газете что было бы написано. Но Могила она слово Гилу она нам открывает. Иш Иуде Ахашвироша набирал. Более того да есть очень большое несомненное несметное множество всех этих частей деталей которые у нас есть Могила Тестер которые без каждого не было бы всей картины. Поэтому мудрецы говорят что человек который прочитал Могила Тестер и чего-либо он забыл не прочитал не выполнил свою митсву. Почему? Каждое все это сливается в одну картину. Все это нам показывает насколько каждая вещь нужна была нужна была для того чтобы все перевернулось. мудрецы сделают дерево высотой хамиши мама хамиши мама это 25 метров громнейшее дерево для чего ему надо такое высокое дерево он хотел из своего места видеть мордыхая повешенной где-то 10 3 метра где-то 9 этажей он хотел видеть мордыхая повешенной что произошло к дулары ями нашмия видеть это больше влияет на человека чем слышать когда Ахашвирош разгневался на Амана что ему говорят и не вот посмотри вот это дерево которое построил Аман если бы это дерево невысокое было его невозможно было бы увидеть а тут такое высокое дерево все видят что говорит Хашвирош тлуала повесьте на нем когда Аман строит это дерево что говорится Ашер Хинло которое ему построил нам кажется кому для мордыхая говорят мудрецы и Хинло сделал для самого себя когда были посланы свитки на них была поставлена печать царя казалось бы настолько сильные приказания настолько это плохо но в конце концов что выяснилось если бы не было если бы просто приказ был устный не было бы печати царя потом можно когда есть проблема царь бы сказал не будем убивать евреев поскольку была печать обязаны были выполнять невозможно то на чем есть печать и аннулировать так что делают обязаны евреям дать другой документ что они могут себя защищать и убивать своих врагов что мы снова видим мы снова видим что именно из-за того что нам казалось бы плохая вещь она приводит к хорошим как я сказал это несметное количество есть таких деталей что Тора каждая книга она нас чему-то обучает что пришла нас обучить чему в главном нас обучает Тора говорит Рамбан в конце Парашат Бо что человек который не верит не знает не не видит так все что происходит что нету никакой природы что все что происходит это воля Всевышнего тот человек который думает что есть какая-то природа у него нету участие в Тора Муши Рабына в Торе Муши Рабына какая связь между Торой и таким человеком который не видит что все что происходит это рука Всевышнего из этого мы видим что есть тесная связь между самой Торой и между самой Торой и этим знанием то есть Тора нас обучает того что нету ничего в мире все это воля Всевышнего если это так так мы скажем что получение Торы когда стояли рядом с горой Синай это было явное получение Торы мы все видели но это невозможно сказать с любовью когда это происходит с любовью когда то чтобы понять что происходит все кажется нам повезло как как водитель такси сказал тебе повезло в конце концов тот кто задумается как этот сын царя который любил своего отца если бы он его не любил он бы не задумывался задумается над всем что повезло поймет что невозможно чтобы все эти случаи случились случайно из этого он поймет что есть тут любовь за всем этим стоит любовь его отца поэтому так как мы на горе Синай получили Тору не по собственному желанию когда мы приходим к празднику Пури и мы понимаем что нету ничего кроме воли Всевышнего мы сами понимаем задумываясь это называется получение Торы с любовью каждое мегилат эстер нам показывает нам открывает глаза на весь мир я хочу какой-то эпизод показать вам в истории который был очень похож на то похож в каком-то аспекте на то что происходило с хаманом эстер хаман как мы знаем хамана агаги он идет род его его праотец был агаг царь амалека как говорит геморравл масахат мегила что вся мегила тестер она пришла нам сказать об уничтожении амалека кто же такой давайте поищем амалека в наше время кто такой амалек говорит виленский гаон у нас есть предание от виленского гаона что амалек в наши дни это германия виленский гаон который жил 300 лет назад так говорит так что мы нашли по отношению к германии геморравл масахат мегила дав заин говорит так яков протец яков молился всевышний аль титен мава ей раша лацет зма му аль тафек о ком он молился не дай выйти замыслом грешника нет стране от него какое-то что-то что его сдерживало о чем это говорится говорит геморравл зу германия шеледон тут говорится о германии и домской германии и дом исав был и дом это исав он был последником исава тут говорится об исаве дополняет геморравл что если дать ему волю сделать что он хочет уничтожить весь мир итак германия это хаман амалек это германия так что не так давно произошло что нам напоминает эту ситуацию я думаю что если мы задумаемся больше всего ситуацию которая описывается в мегилат эстер нам напоминает нюрбергский процесс почему потому что сам нюрберг это город в котором во первых мы знаем законы нюрберга это первые законы первые узаконенные вещи которые были написаны против евреев всякие законы антисемитские это были написаны там кроме того нюрберг это был такой город который служил для сборов партии сборов фашистской партии почему же решили именно там нацистской партии почему же именно там решили сделать суд над этими преступниками потому что они нашли что там есть большой судейский зал в котором происходили все эти собрания можно там суд сделать очень большой зал и рядом с ним есть тюрьма где держались всякие против антинемецкие деятели где держали до этого суда всех этих преступников именно в этой тюрьме и судили их именно в том зале где происходили собрания этой партии сколько же было приговорено к смертной казни 12 человек один из них Мартин Бурман был приговорен к смертной казни когда он не сидел заочно потом выяснилось что он был уже убит что он уже был не в живых осталось 11 человек Герман Геринг заместитель Гитлера несколько часов до суда до извиняюсь до того как решили их казнить исполнение казни он покончил самоубийством осталось 10 преступников которые должны которых должны были повесить не напоминает ли нам это что это мама одна самая любимая дочь она покончила самоубийство и 10 его детей было повешено эстер просит у царя у Ахашвироша она просит просьбу особенная просьба у Ахашвироша в Магилат эстер говорится у царя просто у царя что она просит у царя чтобы завтра тоже повесили 10 детей Амана какая большая просьба зачем это надо убить всех всех врагов убили чем надо 10 детей повесить что же что же значит нет это те которые были повешены но зачем ей надо именно повесить такая важная просьба у царя просить кроме того мы знаем что мудрецы говорят каждое место где в Магилат эстер говорится просто царь имеется ввиду всевышний у всевышнего такую просьбу что повесили 10 детей Амана настолько важно мы знаем Медраж Танхума говорит что часто бывает в Торе когда говорится махар завтра не имеется ввиду завтра когда-либо в будущем с другой стороны Медраж говорит интересная вещь слово эд как мы знаем что но пришло добавить что-либо каждый из детей Аман у нас есть добавление слова эд говорит Медраж что это пришло добавить еще каких-то людей с которыми то же самое произойдет еще 10 людей мы видим насколько это все совпадает но более этого что самые самые изумительные вещи когда мы смотрим на имена детей Амана мы видим что там есть что-то необычное есть три буквы которые меньше других букв ТАВ обычные буквы как пишется надо три буквы писать так это передавалось что надо три буквы писать меньше ТАВ ШИН ЗАЙН по порядку одна буква она больше других это буква ГЕЙ что-то такое ТАШАЗ это нам что-то напоминает год когда было 1946 год в 1946 году произошла эта казнь давайте переведем это на еврейский календарь это выходит ТАВ ШИН ЗАЙН теперь мы знаем что еврейский календарь у нас есть пять тысячелетий есть каждый каждый цикл это новое тысячелетие в каком же тысячелетии это произошло в пятом видим большую букву ГЕЙ пять большая буква пять и три маленькие ТАВ по порядку ТАВ ШИН ЗАЙН теперь я на заключение хочу только зачитать протокол который был написан только насколько мне помнится восемь журналистов присутствовало при этом казнении интересно что само казнение не как обычно это был трибунал трибунал обычно приговорят к расстрелу тут их решили повесить и я не знаю насколько это но тоже интересно что кто их вешал человек которого звали Уудс дерево и повесить ВАЙТЛО АЛЬГАЭЦ на дереве даже тот человек который участвовал в казни его звали дерево и так пишет журналист от агентства Нью-Йорк Джунерал Американ Риббентроп который был во времена Гитлера министром иностранных дел он занял место Геринга во главе идущих на повешение и все 10 самых главных нацистов были повешены один за другим в зале спорта в зале спорта в котором был специальный свет электрический и который стоял посередине посередине тюрьмы в Нюрнберге их вешали по очереди или по очереди по очереди вешал то есть там я думаю что 10 этих самых было 10 мест для каждого приготовлено специально для него все 10 нацистов пытались принять свою смерть с достоинством были которые не были довольны тем что с ними делают другие признали свою вину попросили у Всевышнего прощения единственный однако был тот который нагло шел на виселицу опираясь на свою идеологию он закричал когда его выводили на виселицу закричал Хайл Гитлер это был Юлиус Штрайхер перед тем как ему поставили уже голову в петлю он посмотрел с серьезным злым взглядом на всех журналистов прокричал это Пурим 1946 года и на этом петля закрылась на его горле и тем самым он умер это нам показывает несмотря на то что конечно мы не настолько можем все увидеть это нам показывает что все вешний даже в самые тяжелые с нами дни он с нами и нам надо наша работа это обращать внимание на все случайности как бы на все эти то что повезло и тем самым если мы обратим внимание что каждый раз нашему народу везет что есть что-то что стоит за этим что есть любящий нас всевышний тем самым мы приблизимся к получению Торы и сможем получить Тору с любовью спасибо за субтитры